Неспроста у меня остался футбольный мячик и сейчас я с вами хотел бы поговорить об футболе, об российском футболе. Принято считать, что Россия это не футбольная страна и в принципе после вчерашнего матча с Мексикой на Куб Конфедерации у вас вполне могло сложиться данное впечатление. Но как же быть тем фактом, что Россия первая в истории чемпиона Европы по футболу далекого 1960 года. Что же делать, чтобы вывести российский футбол из кризиса и блестуть на домашнем чемпионате мира, который у нас состоится в стране через год. Надо сделать всего лишь навсего три вещи. Услышь меня, Мутко, всего лишь навсего три вещи. Первое. Вести финансовый лимит, ну или так называемый финансовый потолок на заработные платы футболистов. Чтобы наши футболисты занимались тренировками, а не развещали по дорогим ночным клубам в компании дорогих моделей на дорогих же тачках. Я бы даже сказал на очень-очень дорогих. Это первое. Второе. Надо организовать не только дублирующих составов, не какую-то там любительскую футбольную лигу, а реальный, конкурентоспособный молодежный футбольный чемпионат. По примеру, молодежной хоккейной лиги. Чтобы молодежи было куда податься. Еще раз. Не эти дурацкие дебильные дублирующие составы типа Терек-2, Спартак-2, ну и прочие. А чтобы были нормальные молодежные фан-клубы, чтобы была лига, чтобы они играли, чтобы была высшая лига, чтобы была система лига, ну и так далее. Третья причина. Она не касается конкретно развития российского футбола, да она касается конкретно подготовки к чемпионату мира по футболу. Надо их за полгода до начала чемпионата запереть наших футболистов, запереть на какой-нибудь из элитных российских воинских частей. И там, и там, чтобы они проходили курс молодого бойца. Подтягивались, бегали, марш-бросок, убирали толчки, что-нибудь еще, 10 нарядов вне очереди, ну и тому подобное. Я уверен, что это пойдет на пользу нашим футболистам. Но, если и это все пойдет на смаку, то у меня есть еще один вариант. Ну что, допрыгались, футболисты херовы, эти косоглазые, криво ноги, а топор-то остренький, топор остренький, голову сблить с ваших. Но это, конечно, крайне радикальный способ. Но, если и это не поможет, это будет означать, что наш футбол в глубоком-глубоком кризисе. То есть, во всеизвестной жопе. Пока.